КОНЕЦ И я уверен, что понравится и вам. Первый момент – это тишина. Я думаю, сейчас многие с вами согласятся, но я постараюсь объяснить свою позицию. Когда ты только приезжаешь в Китай, тебя просто пугает количество различных звуков, потому что китайцы все время, все время говорят, и говорят они очень громко, особенно в людных местах, таких как столовые, магазины, возможно, какие-то площади, праздники, где справится огромное количество людей. Но со временем ты к этому привыкаешь, и ты абсолютно не замечаешь этого, как будто это какая-то данность, даже в неком роде начинаешь их пародировать, и начинаешь также громко и очень эмоционально разговаривать. Но есть другая особенность, которую китайцы не позволяют себе допускать. Это, например, слушать музыку. Я думаю, каждый из вас сталкивался с тем, что вот ложишься-то спать, и тут кто-то начинает включать музыку в 10, в 11 вечера, и даже позже, несмотря на то, что это, по сути, незаконно. И да, в Китае такого нет. Даже сейчас, по сути, в 12 часов дня, абсолютная тишина, все спокойно, я слышу пение птичек, и только вдали где-то переговариваются пара китайцев. Я считаю, что это просто отлично, потому что нет никакого шумового загрязнения, ты можешь остаться наедине с самим собой, спокойно посидеть, и никто не будет на тебя давить своей очень-очень-очень громкой музыкой. Но есть одно но, с которым я обязательно должен сказать, это иностранная общага, то есть общежитие иностранных студентов. Оттуда реально все время играет музыка. Поэтому наше общежитие очень-очень сильно выделяется на фоне других зданий в нашем университете. Второй пункт – это полная безопасность и чувство безопасности в том числе. Конечно же, в любой стране ты в любом случае чувствуешь себя безопасно, но в Китае это достигает какого-то просто эпогея, потому что даже если ночью ты идешь по какой-то совершенно непонятной улице, которой даже на картах-то толком нет, ты все равно чувствуешь какую-то безопасность, потому что здесь повсюду камеры. Действительно, вовсюду камеры – это первый плюс. А второй плюс заключается в том, что китайцы рано ложатся спать. И ты, ну, очень с низкой вероятностью хоть кого-то встретишь. Конечно, поначалу это пугает, потому что ты идешь один по улице, никого нет, ничего не видно, и это правда пугает. Но со временем ты понимаешь, так они уже все спят. О чем не беспокоиться? Им завтра на работу в 6 утра, поэтому можно дальше, правда, спокойно идти. Третьим плюсом я могу назвать отношение китайцев к иностранцам. Конечно же, есть особо одаренные индивиды, которые просто начинают орать «О, иностранец, подойди сюда! Вау, вау, откуда ты? Давай, 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 давай поговорим!» Но таких, конечно же, очень мало. По большей части, это очень спокойные люди, которым действительно интересно, откуда ты, им интересно пообщаться с тобой, изучить культуру других стран, потому что они, возможно, не были в той стране, откуда ты рода. Поэтому это действительно очень и очень интересно, пообщаться с ними. Плюс это возможность повысить свой уровень китайского, и плюс, к тому же, расширить свои познания о Китае, потому что китайцы с радостью рассказывают о культуре своей страны, что не совпадает с культурой иностранца. И еще один плюс обучения в Китае – это качество образования. Качество образования в Китае находится на крайне высоком уровне, потому что каждый преподаватель действительно увлечен своим предметом, он знает о нем практически все. Конечно, очень интересно общаться с человеком, который разделяет твои взгляды, твои увлечения и знает намного больше тебя, потому что таким образом можно выучить очень-очень много нового и интересного материала. Кроме того, вся пара проходит в интерактивном формате. То есть преподаватель задает вопрос, и у нас есть возможность на него ответить, высказать свою точку зрения, послушать точку зрения преподавателя. И если мы не согласны в каких-то вопросах, то мы можем это обсудить и понять, кого более весомые аргументы. Таким образом у нас происходит взаимный обмен информацией, мы можем ему рассказать о своей стране, как в наших странах устроено. То-то или иной институт, например, политический институт, либо экономический институт. И это, конечно же, очень интересно как для нас, так и для преподавателей. Преподаватели часто включают различные видеоролики с Били-Били, например, которые нам повествуют о тех или иных событиях, потому что таким образом мы можем визуально представить и намного лучше запомнить то или иное событие. Так, например, мы изучали террористические акты в Синьцзяне, и это было безумно интересно, потому что мы видели, как правительство относится к этому событию, как простые люди реагируют на него. И таким образом мы получаем всестороннее представление о том или ином событии. Еще один плюс жизни в Китае – это количество зелени. Просто посмотрите на мой сзади фон. Это все деревья. И они абсолютно везде. Весь город усажен деревьями. Есть небольшой минус, которым стоит рассказать. Это о том, что эти деревья все-таки влияют на жизнь, потому что, как правило, деревья посажены на обочине, а на обочине как бы ходят люди, и поэтому часто-часто немного не хватает места. Но на самом деле это не так важно, потому что, ну, посмотрите, какая красота. Она абсолютно везде. Я был в Шанхае, был в Нанкине, был в Суджоу, также был в Ханане. И везде абсолютно, везде все зелено. Все красиво, много деревьев, много разных растений, много цветочков. Особенно красиво, конечно же, летом, когда все это расцветает. Приятно гулять просто по городу, потому что ты ощущаешь, что ты живешь не в каком-то каменном джунгле, а в огромном-огромном цветущем саду. И это, наверное, главный плюс жизни в Китае с точки зрения экологии. И раз мы заговорили про экологию, давайте немного продолжим эту тему. Раньше в Китае с экологией были огромные проблемы. В каждом крупном индустриальном городе стоял очень сильный смог. Люди были вынуждены ходить в масках, потому что качество воздуха было очень низкое. Как видите, сейчас я нахожусь в Шанхае, в достаточно крупном городе, и при этом при всем нет никакого смога, нет необходимости ходить в масках. Так китайцы этого добились. Ну, конечно же, во-первых, на каждом заводе появился фильтр на трубе, для того, чтобы стало намного меньше от выбросов волькислого газа в атмосферу. Кроме того, китайцы начали использовать разделение мусора. Сейчас каждая мусорка в Китае разделяется на три типа. Это сухие отходы, это перерабатываемые отходы, и это химически опасные отходы. Соответственно, перерабатываемые отходы, как-то неудивительно, перерабатываются, и снова пускаются в производство. Это не только выгодно с экономической точки зрения, потому что производителю не нужно снова производить какой-то материал, он может использовать переработанный. Также и полезно для курящей среды, потому что нет необходимости что-то новое производить, соответственно, будет намного меньше выбраться в курящую среду. Кроме того, в Китае очень много электрокаров, на которых передвигаются китайцы. Не будем трогать вопрос литиевых аккумуляторов, потому что я в этом не эксперт. Кроме того, в Китае есть еще одна интересная практика. На каждой машине есть номера, как-то неудивительно, но в зависимости от того, какие цифры содержатся в номере машины, соответственно, в такие дни машина может ездить по улицам и может заезжать только в определенные районы. Таким образом, китайцы борются с тем, чтобы на улицах было меньше машин, меньше выбросов. Этот закон касается только бензиновых машин. Электрокары могут заезжать абсолютно в каждый район в абсолютно любое время, и это, конечно же, огромный-огромный плюс. Поэтому абсолютно все такси в Китае — это электрокар. Итак, только что мы поговорили о том, что мне понравилось больше всего в Китае, о том, как китайцы заботятся о иностранцах, о своем обществе. И то, что мне оставило действительно огромное удовольствие, принесло мне много радости из-за того, что я нахожусь здесь, я причастен к этому всему, и то, чему, я думаю, стоит немного поучиться у Китая. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео, что на нем будет много просмотров, много лайков. Спасибо большое, конечно же, всем за просмотр. А на этом я буду обращаться. С вами был Слава. Всем пока-пока.